В разрушенном Агдаме побывала и наша съемочная группа. Моя коллега Альбина Абдурахманова расскажет подробнее. Альбина, здравствуй, тебе слово. Здравствуйте, Мехриван, спасибо большое. Значит, мы приехали в страну, которая является нашим партнером, нашим другом. Это слова вице-премьер-министра Алексея Резникова во время посещения освобожденного Агдамского района, который, напомню, на протяжении 27 лет находился под армянской оккупацией. Сейчас все подробно расскажу. Едва увидев Агдам, то состояние, в котором в результате армянской оккупации находится сегодняшний азербайджанский город, вице-премьер Украины сразу дал понять. Картина ужасающая. При этом Алексей Резников выразил уверенность, что в следующий свой визит он сможет увидеть новый Агдам. Сомнений в этом у него нет. Он еще раз поздравил наш народ с победой во Второй Карабахской войне. Агдам. Я Агдам помню со студенческих лет. Вот Агдамская долина. Мы все впервые вкушали плоды винограда тогда, напоенные солнцем в бокале. Поэтому Агдам для меня имеет такую определенную картинку вкуса, памяти. То, что я здесь вижу, это ужасно. Примечательно также то, что Украина всегда поддерживала Азербайджан, его территориальную целостность. И в период июльской провокации со стороны Армении и в ходе Отечественной войны официальный Киев открыто заявлял свою позицию. Мы однозначно вас поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать. Мы уважаем вашу территориальную целостность, ваш суверенитет. Мы считаем, что никто не вправе менять границы, которые установлены и международно признаны. Украина поддерживает Азербайджан не только на словах. Дружественная страна готова нам помочь и в восстановлении освобожденных земель. Одна из целей украинской делегации заключалась как раз таки в этом. Есть ряд отраслей, в которых Украина может быть полезна для Азербайджана. Это начинает от того, что вы знаете, Украина один из крупнейших производителей зерна в мире, и семечки, и подсолнуха. И сегодня для восстановления Азербайджана, особенно освобожденных территорий, вам нужно будет очень много металлов. Здесь тоже от нас вы можете получить помощь и поддержку. Страны объединяют ряд совместных проектов в различных сферах. Говоря о сегодняшнем дне, достигнута договоренность о предоставлении гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. В мае прошлого года Азербайджан предоставил Украине 23 тонны гуманитарной помощи, в том числе медицинские маски, защитные костюмы, термометры, дезинфекторы и другое оборудование. Альбина, вот чуть ранее мы с украинским политологом обсуждали вопрос о том, в каких сферах между Азербайджаном и Украиной еще есть нереализованный потенциал. А что об этом говорил Алексей Резник? Да, очень важный вопрос, надо заметить, Мехребан. Алексей Резников подчеркнул, что огромный потенциал он видит в развитии альтернативной энергетики и ее трансформации. Кроме того, вице-премьер Украины считает наиболее востребованным и перспективным расширение сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли и сфере технологии. В завершение отмечу, что Алексей Резников говорил и о значительном объеме работ по разминированию, который предстоит нашей стране. Украине этот процесс знаком не понаслышке. При этом он отметил, что слышал о тех трагедиях, когда люди, отправившись на места захоронения родных и близких, подорвались на мини. Кто мог подозревать, что так зверски могли быть заминированы кладбища, резюмировал вице-премьер Украины. Мехребан, у меня на этом все. Да, действительно, проблема разминирования одна из актуальных тем на сегодня. Спасибо большое, Альбина.